Одесская юридическая академия Валов заверил новоиспеченных студентов, что они сделали правильный выбор. Чтобы в каждой семье был мир, любовь, благополучие, здоровье, и пусть нас всех хранит Господь. С праздником вас, дорогие друзья! Первокурсники в свою очередь обратились со словами благодарности, а президент вуза торжественно вручил молодым людям студенческий билет. Прошлый учебный год выдался непростым из-за эпидемиологической ситуации, но университет справился. В этом году набор первокурсников на 20% больше, чем в прошлом году. Казалось бы, коронавирус, есть определенные проблемы и возникали они. Но видите, дети, выпускники школ, родители этих выпускников, они доверяют Одесской правовой школе. И сегодня вот мы почти взяли тот рекордный набор, который у нас был там 15 лет назад. И очень важно, что выпускники школ, молодые люди не едут за границу учиться. Вы знаете, нас это, честно говоря, очень радует, что они остаются здесь и получают хорошее образование. Сотрудники и выпускники достойно представляют Одесскую школу права и родной вуз в Верховном суде, Конституционном суде, Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, Государственном бюро расследований, Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также других судебных правоохранительных органах, органах юстиции. Поздравил будущих коллег глава 5-го апелляционного суда Александр Джабурия. Сотрудничество с Академией, конечно, в лице ее руководителя Сергея Васильевича Киалова, как я уже сказал, достаточно давно у нас. История так сложилась, что фактически все строится на персоналиях. Персоналия Сергея Васильевича – это глыба юриспруденции. Его уважают жители нашего города, его уважает Украина. Он почетный гражданин города Одессы. Этим сказано многое. Конечно, лучшего лидера юриспруденции, наверное, найти сложно, я имею в виду в масштабах преподавания. Выбор первокурсников полностью осознанный. Он формировался не один год. Выпускники школы узнавали про университет из рекомендаций друзей или СМИ. Приезжали на Дни открытых дверей, и вот их мечта сбылась. Приезжала на Дни открытых дверей. Доследовала достаточно много. Мне тут очень понравилось, что тут есть студентская рада, студентский правком, это, что я люблю. Потому что я тоже была в школе активной, президентом школы, завжди ведущую, выступала скрозь. Более 90% студентов приехали в Одессу из других городов – Ивано-Франковска, Тернополя, Харькова и даже из Киева, чтобы получать высшее образование именно в Национальном университете Одесская юридическая академия. Дело в том, что Национальный университет Одесская юридическая академия готует квалифицированных профессионалов своєї справи, справедливых адвокатов, юристов, иногда даже дипломатов в международной, государственной и святовой сфере. И именно поэтому я понял, что амбиций, которые тут можно реализовать, и знания, которые тут можно получить, дают мощный поштовх для навчания и подальшего развития. Национальный университет Одесская юридическая академия является лучшим в нашей стране и в нашем регионе действительно. Сегодня я выбрала для себя международно-правовые отношения, факультет права. Я хочу развиваться в этой отрасли, мне кажется, что за юристами будущее нашей страны. Я считаю, что Национальная юридическая академия – это один из лучших вузов вообще в принципе в нашей стране, который даёт очень хорошую базу знаний и огромную практику. Почему журналистика? Мне очень интересна эта профессия, так как это очень творческая и активная сфера жизни. Одесская юридическая академия является гарантом, я думаю, не только в моей семье, как гарант хорошего образования. Я думаю, все одесситы знают про то, что Одесская юридическая академия – это университет, который даёт хорошее знание, хорошую базу. Я выбрал этот университет и этот факультет факультуры и следствия, во-первых, потому что это престижный университет и он даёт множество возможностей в дальнейшей карьере. Это самый грамотный университет, который даст нам очень хорошую базу знаний для того, чтобы уметь защищать права людей. В ходе торжественного мероприятия талантливые студенты продемонстрировали свои вокальные таланты, а преподаватели, в свою очередь, исполнили университетский гимн. И мы тебя не подведём, спецы мы высший класс, в житейском море вечный бриз и не штормо в судьбе. Юрист и в Африке юрист, благодаря тебе. Виват Академия, виват Профессорес. Одесская юракадемия осуществляет подготовку специалистов не только в области права, но также и политологии, социологии, журналистики, филологии, а также в сфере IT-технологий. В Одесской юридической академии находятся самые лучшие условия для изучения науки. Как по мне, здесь находятся самые лучшие условия, которые возможны вообще. Преподаватели достаточно интересно всё объясняют и достаточно подробно. Если что-то не понимаешь, то можно всегда спросить в любое время. В Национальном университете Одесская юридическая академия есть все условия не только для творческих студентов, но и для спортсменов. На торжественной линейке им отведена почётная роль – поднятие государственного флага страны, города и университета. Университет от других очень сильно отличается. У нас проводится множество крутых соревнований, много крутых тренировок и созданы очень классные условия для развития в спорте, да и в любом творчестве. У нас есть и залы борьбы, есть много классных площадок на улице, есть футбольные поля, есть тренажёрки. Одесская юридическая академия